574 тысячи жителей Алтайского края получают различные меры социальной поддержки. Расходы на них в 2023 году составили почти 60 миллиардов рублей. Итоги работы служб социальной защиты края подвели сегодня. Их оценил профильный министр России Антон Котяков. Он отметил направление социальных контрактов. По поручению президента к 30-му году на эти цели дополнительно выделят 100 миллиардов рублей. Примерно двукратное увеличение нашей с вами работы будет предоставление социальных контрактов. Эта мера социальной поддержки сегодня очень востребована, а самое главное достаточно эффективна. Около трех тысяч социальных контрактов за три с половиной года было заключено нами с гражданами города Бийска, Бийска и Салтонского района. Ну и эффективность этих контрактов 70 с лишним процентов. Они перешагнули черту бедности, так скажем, вышли на новый уровень жизни. Социальные контракты берут для развития личного подсобного хозяйства, иных мероприятий, трудоустройства и открытия своего дела. Последние два самые востребованные. А благодаря помощи в развитии ИП расширяется сеть услуг и появляются новые предприятия. У нас открыты швейные мастерские. Да, ну естественно, для женщин салоны красоты. Есть пошив одежды, свадебных нарядов. Да, есть различные креативные направления. Среди других достижений – развитие системы долговременного ухода. В профильном пилотном проекте участвуют 13 муниципалитетов края. В немецком национальном районе это уже дало свои плоды, а к работе удалось привлечь больше сотни сиделок. У нас более 500 услуг, составленные индивидуальной программой. Это инвалиды 18+. Это тоже большая работа. Сегодня еще одно направление – это социальная занятость инвалидов с ментальными нарушениями. Участники Великой Отечественной и Дети войны получили субсидии на сумму больше 80 миллионов рублей на жилье, ремонт и адресную помощь. Активную поддержку оказывают участникам СВО и их семьям. В прошлом году им направили больше 2 миллиардов рублей финансовой помощи. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.